Армейцы открыли счет уже на первой минуте. Отличная подача с углового Святослава Георгиевского. Скидка Григория Труфанова и Дмитрий Барков в стиле Ван Персии. Уже, кстати, не в первый раз в своей карьере отправляет мяч в сетку ворот Нефтехимика. Отличное, бодрое начало. И далее были также моменты УСКА Хабаровск. Передача с левого фланга в центр и отличный удар Максима Мартусевича. Чуть-чуть мяч разминулся с дальней девяткой. Еще один момент. У Хабаровча Дмитрий Барков по правому флангу продвигает мяч вперед. За счет дриблинга входит в штрафную. Передача на дальнюю штангу. И здесь Иракли Киквискири с левой ноги пытался замкнуть, но чуть-чуть точности не хватило. Стандарт армейцев и вновь удар Максима Мартусевича справляется голкипер Нефтехимика с этим ударом. Ответ соперника. Также штрафной удар, но это разминка для Владимира Сугробова. Никита Безлихотнов принимает мяч и сходу бьет чуть выше дальней девятки. А это момент, когда Нефтехимик сравнял счет. Самая концовка первого тайма. Передача в штрафную. И Кирилл Большаков сыграл грубовато против своего соперника. И орбитер назначил пенальти. Владимир Сугробов мастер по отражению 11-метровых. Здесь решил не гадать, играть по удару. Но не получилось. Соперник переиграл нашего голкипера. Это уже моменты второго тайма. Быстро Нефтехимик мяч разыграл. Подача справа фланга. И в верховой борьбе Нефтехимик оказался удачливее. Мяч в воротах 1-2. СК Хабаровск проигрывает. Много замена сделал Сергей Юран на 60-й минуте. Но это момент, когда Константин Базилюк красиво пытался ударить через себя. Точности не хватило. Владислав Никифоров пробил с левой ноги. Но удар получился неточным. Отвечает Нефтехимик со штрафного. Здесь был небольшой рикошет. И Городовой со второй попытки. Но все-таки зафиксировал мяч. Вновь стандарт. Много было нарушений правил в этой игре. И очередная попытка удара через себя от Хабаровчан. Но было не так опасно. А это момент на 83-й минуте, когда Нефтехимик установил окончательный счет в матче. Пенальти. Второй уже в этой игре назначил арбитр. Григорий Труфанов сыграл рукой. С близкого расстояния мяч ему попал в руку. И Алексей Городовой был близок к тому, чтобы вытащить второй раз за время этих сборов пенальти. Но чуть-чуть не хватило везения. В концовке СКА большими силами уже шел вперед, чтобы открытать хотя бы еще один мяч. И были вот такие разрывы в линиях. Контратака. Но Алексей Городовой все-таки справился с этим ударом. Итоговый счет 1-3. СКА Хабаровска уступает Нефтехимику. Следующий матч армейцы проведут 4 февраля соперник Московская торпеда. Субтитры создавал DimaTorzok